Проблемы распределения твёрдых бытовых отходов всё более актуальны в современном мире. Наиболее подвержены влиянию бытовых отходов моря и океаны. Выставка «Капля в море» призвана показать всего лишь каплю той красоты, что хранит в себе мировой океан, чтобы мы могли задуматься над тем, как предотвратить загрязнение окружающей среды. Выставка посвящена теме распределения твёрдых бытовых отходов. Это не случайно, потому что именно моря и океаны больше всего страдают от бытового мусора. И организаторам хотелось бы подчеркнуть тот факт, что каждый из нас, грамотно распределяя свои отходы, используя некоторые вещи повторно, и иногда, может быть, даже что-то можно и сэкономить в том числе. Вот, допустим, надеюсь, что вы когда чистите зубы, выключаете воду, да? Это её немножко экономят в целом, глобально, по всей планете. То есть человек, когда он приходит на выставку, в первом зале он получает массу информации о том, насколько актуальна проблема твёрдых бытовых отходов. А во втором зале он видит красоту подводного мира, которую мы губим в том числе и нашим бездумным отношением к отходам. На выставке представлены фотографии более чем из 15 морских акваторий планеты, начиная от холодных вод Белого моря до тропических морей Индонезии. Всего представлено около 300 фотографий известных авторов Украины и России. Многие фотографии ранее были опубликованы во всемирно известных профильных журналах, туристических изданиях. Выставка собрала больше чем 300 работ различных подводных художников, авторов. Их 17 человек. В основном это россияне и есть, конечно же, украинцы. Фотографии, которые представлены на выставке, можно сказать, уникальны. Все фотографии сделаны под водой и объединяют, скажем так, все моря и океаны практически, кроме северных, очень уж холодных морей. Выставка продлится более 10 дней. Запланированы семинары от донецких фотографов и школ фотографии, семинар по технике подводной съёмки и ряд семинаров о дайвинге в Украине и за её пределами. Также в помещении выставочного центра будут представлены материалы, посвященные проблематике распределения твёрдых бытовых отходов. Организаторы проекта уверены, если мы не осознаем проблему и не будем искать пути её преодоления, часть живой экосистемы планеты будет безвозвратно потеряна для будущих поколений. Кира Думская, Александр Пугачёв, Первый муниципальный.